Итак, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, гости. Сейчас видео будет на несколько тем, но всё будет сводиться к отношению правильному. Итак, первое. Что явилось поводом видео? Я занялся разработкой. При этом предложил, кто хочет, приходите, будете разрабатывать. Будем разрабатывать мобильные приложения с северной частью. Я ребятам показал цены. В среднем на рынке серверная часть для мобильного приложения стоит 500 тысяч российских рублей. От 500 тысяч. Сопровождение 100 тысяч в месяц. В общем-то, тема дорогая. Но я не об этом. Вот смотрите. Второе, что мы рассмотрим. Конечно, я подготовил уже простые примеры, потому что надо очень чётко понять, как будет собираться это приложение, что будет составлять северную часть, где будет тут Django, где Django Red Framework, где будет мобильное приложение. При этом, на самом деле, после этого язык и фреймворк, или библиотека будут совершенно не важны. И серверная часть, может быть другая, понимая алгоритм, можно менять. Писать там на JS, на Dart и вообще не важно на чём. Ведь принцип будет один и тот же. Но самый простой способ понять, как это работает, это взять Django, взять Django REST Framework и взять Flats, то есть на Dart. И поставил вам вопрос простой. Значит, переходим в Dart и попросил ответить. Задача. Быстрое освоение языка. Ещё раз я попрошу уяснить. Второй школы, то есть там, где мы разбираем всё досконально, здесь не будет. Здесь надо разрабатывать. При этом я вас не тороплю. Я не говорю, чтобы бегом сделали. Я говорю о том, что надо вот это такого, я не должен видеть. Уже вчера я хотел, знаете, как я буду делать? Я сказал, я занялся разработкой, вас пригласил. Хотите, будем разрабатывать вместе. Каждый сможет потом написать своё приложение. Но когда я увидел вот так три строчки, то есть вот так вот мы сможем элементарно писать на языке программирования Dart. И хотел уже вчера пойти и удалить. И в будущем я буду именно так делать. Если ответы будут такие, я это знаю, мне это неинтересно. Я просто удаляю этот пункт и спокойно с душой понимаю. Так, люди даже знают. Нечего на него время тратить. Удаляю с повестки и дальше изучайте, как вот каждому нравится. Ну, потом немножко поостыл, подумал и всё-таки понял. Ведь я ребят учил по очень крутой системе. И у них получается. Только я не рассказывал, как эту систему применять на других языках. Но не было надобности. Сегодня я это расскажу. И думаю, это изменится. То, что написали, Екатерина, Александр, вы огромные молодцы. Только, ребят, другое надо писать. Итак, поехали по порядку. Поехали по порядку. Для того, чтобы создать нам серверное приложение, это не занятие. Это просто понятие, что делать будем. Мы берём папку. Я там посмотрел на сайте Dart. Было там Toda. Ну, я и взял его. И берём папку. Одну называем Backend, например. Ну, вполне понятно, да, будет, что это серверная часть. И вторая часть App. Это мобильная на фласе. Итак, какие шаги нам надо сделать по минимуму. Первое, что мы должны достичь, это что? Это чётко понимать алгоритм, который прописан вот здесь. Дальше код будет, да. То есть серверная часть, мобильная часть и API. API – это профессия. Это вещь сложная. Сейчас мы рассмотрим простой вариант. Итак, мы берём приложение, да, и пишем обычную модель. Ничем не отличающуюся. Здесь очень простой пример. Два простых поля для того, чтобы API на конечных точках были простые. Я понимаю, что я сказал сейчас такие фразы, которые для многих неизвестны. Но имейте в виду, что API довольно будут сложные со временем. Поэтому тут один момент. Сразу говорю. Вот здесь я дал доступ в Жанга 5, чтобы к Новому году у всех был доступ. Потому что сейчас пойдёт важная информация. То есть не заставляйте меня пересказывать то, что уже есть. Это просто я не буду делать. Смотрите. Теперь. Вот чем отличается обычное программирование, когда мы создаём сайт, от создания API? Да всё просто. В обычном программировании что мы делаем, когда мы создаём сайт? Мы после создания модели, мы создаём некую вьюху, функцию. И потом, после этого создаём шаблоны. И при помощи тегов передаём всё в шаблоны. И у нас получается сайт. Здесь мы делаем всё то же самое, только мы делаем не шаблоны, а API. Мы пишем такие же функции. Но единственное, что я рекомендую создать отдельное приложение. Назовите его там API, APIs. Как удобно. Кто-то делает всё это в одном приложении. Я не знаю, как вы решите. Я решил создать отдельное приложение, потому что мне тогда понятно. Тут всё API. То есть, здесь в API мы тоже создаём представление. Но, как мы видим, у нас есть нечто незнакомое от Django. Сейчас мы это рассмотрим. Иными словами, мы тоже создаём приложение, которое будет возвращать там, значит, один TODA, все TODA и один отдельный TODA. Но при этом, для того, чтобы создать API, что значит создать API? Это значит создать сериализатор. Что такое сериализатор? Иными словами, нам надо упаковать, сейчас мы посмотрим, упаковать данные в формат JSON. Вот подтверждение тому, что я говорил. Когда у нас есть серверная часть, нас не интересует сайт. Сейчас просто права выставлены, так он никому не будет видно. Но у нас есть API, которые мы сейчас дальше ещё рассмотрим. То есть, я беру там то API и V1, потому что если я собираюсь дальше работать с API, там будет V2, V3, то есть улучшать их. API это такая вещь. И если я здесь, это и есть тестирование API, но оно в Django Ress Framework слабое. Вы со временем скачаете программу POSMAN, в которой предназначено для того, чтобы работать уже с очень такими трудными API, да, то есть понимать, что API действительно обращается к базе данных. Иными словами, в чём смысл API? В том, чтобы обратиться конкретно к базе данных через URL. Иными словами, вот смотрите, когда я называю JSON, вот это и есть формат JSON, это не словарь Python, это просто обозначение именно JSON, квадратные скобки, дальше фигурные. И где идут ключ-значение, ключ-значение, ключ-значение. Теперь важный вопрос. Я сказал, чтобы доступ к Django 5 был. То есть, вот это всё, что мы будем писать через API, не так всё, то всё просто. Лучшая практика использования следующим заключается, когда вы на Django можете свободно написать обычную вьюху, когда вы понимаете, что к чему будет обращаться для конкретного сайта. То есть, вы будете чётко понимать, какие поля, куда будете вводить. Тогда очень легко интерпретировать и создавать API. Поэтому никто не отменял при работе с API работу с обычными вьюхами. Это уяснили. А когда мы начинаем писать профиль, и там модель довольно сложная, её трудно сейчас взять, то там API уже посложнее придётся писать. Поэтому, прежде чем писать API, надо чётко написать обычную функцию, чтобы понять, к чему мы получаем данные сами, чтобы вывести. Когда рука набита, то уже дальше попроще. И вот эти конечные точки мы как раз будем передавать. Вот этот URL-адрес, тут может быть уже боевой сервер. Вот этот формат будет передаваться. Иными словами, у мобильного приложения будет чёткий доступ к полям. Теперь давайте рассмотрим какие-то особенности, ещё раз где-то повторимся. Итак, у нас была модель. Как мы видим, в модели у нас, в обычной, которую мы брали для примера, это два поля. Title и Description. То есть, иными словами, заголовок, описание – самая простая вещь. Когда мы смотрим серверизатор, то мы видим здесь три поля. Абсолютно верно, это нормальная практика. Мы добавляем ID. Этот ID никакого отношения не имеет к первичному ключу. Это ID для нас, для того приложения мобильного, с которым мы будем работать. Если мы посмотрим здесь вьюху, вьюху, то здесь вьюха тоже есть. То есть, но, как я сказал, задачи другие. Если, ещё раз повторюсь, не обижайтесь, что буду повторяться. Если, когда мы пишем просто обычный веб-сайт, мы пишем вьюху и выводим в шаблоны. При работе с API задача меняется. Мы тоже пишем вьюху, но выводим API данные в расчёте на то, что, получив ссылку, мобильное приложение будет напрямую обращаться к базе данных, к конкретным данным, которые мы только что видели. Поэтому картина простая. Здесь также мы написали получить все записи и получить конкретную запись. При этом, например, возьмём самую простую вещь, вот эту, да? Вот этот класс с Generics. Это уже относится к Django Ress Framework. Давайте найдём. Почему мы используем вот эти вещи для того, чтобы добывать эти объекты? Всё, опять же, банально просто. Посмотрите на сам класс и посмотрите вот на эти поля. Классы разделены таким образом, что здесь есть, допустим, мы можем Get, Put, Patch, Delete. А здесь только Delete и Get. Иными словами, мы таким образом можем выбирать себе классы, да? Для того, в зависимости от наших задач. И здесь действительно, когда мы выбираем этот класс, мы можем что сделать? Давайте попробуем добавить данные. Сейчас пишу видео. Это мы уже занимаемся тестированием API самым простым. И смотрите, я нажимаю Post. Абсолютно верно. Вот появилась одна запись, где добавилась эта запись. И если вы посмотрите в базе данных, она там реально будет. Иными словами, это уже тестирование нашего API. То есть здесь я могу протестировать при этом, посмотреть опции и так далее. Вот смотрите, что API. Это все потом. Итак, когда мы создали функции API, мы переходим к следующему шагу. Это сериализация. Сериализация – дело простое. Именно в Django framework здесь делать-то ничего не надо. Иными словами, мы указываем просто поля, а это поля, которые мы предусмотрели. И просто-напросто их указываем, указываем модель. Django framework что делает? Создает формат JSON. После того, как создан формат JSON, мы его можем передать другому языку программирования. Этот язык программирования в данном случае Dart. Сейчас мы писали на Django, и совершенно при перегоне в JSON не важен тип данных. Здесь нет никакого типа. Здесь есть просто ключ значения поля, который не имеет никаких типов. Хотя ранее это был возможный список в Python. Момент истины наступает когда? Вот так. Наступает момент истины. Мы открываем app. Если мы посмотрим вот это приложение, приложение, допустим, во флаце, он находится в библиотеке lib. Там по умолчанию хранится один файл Dart, но мы видим, мы тоже создаем здесь модель, но уже расширение Dart. И в модели мы, когда планировали серверную часть, мы создавали модель, где было два поля, но мы добавили третье. Абсолютно то же самое мы создаем. То есть мы себе мысленно думаем, то есть я буду создавать дизайн мобильного приложения, и мне надо заголовок и описание. Иными словами, я готовлю модель на Dart. При этом, как мы видим, здесь тоже модель JSON. Мы должны прийти к Dart, к тому, чтобы вы больше так не делали, ребята. Или я точно сказал, что я просто удалю рубрику. Я хочу видеть, что делайте в своем ритме, но отдавайте себя полностью, чтобы на это было любо-дорого смотреть. Я хочу видеть результат. Здесь указан динамик, то есть тип может быть любой. Сейчас JSON, да? Вот он, название JSON. Мы сейчас в... Вы что, знаете Dart, да? Где начинает происходить магия на самом деле в API? Давайте посмотрим... Есть, мы создали API, где будем работать с API. Цель этого файла принять эту самую ссылку. И когда мы смотрим на эту ссылку, в данном случае это вот она, JSON, да, вот формат. И все начинает происходить вот в этой строке. То есть есть обычная переменная JSON, да, где мы видим декоды. То есть там мы все реализовали, здесь мы будем десериализовать, то есть расшифровывать. И здесь в Dart есть такой тип данных, как список, или он еще называется массивом, мы присылаем значение списка. Иными словами, данные, которые были у нас в Django, да, которые были в форматах языка программирования Python, потом были перегнаны в формат JSON. И здесь после того, как JSON был распакован, они упаковываются уже в обычный тип данных Дарта, то есть JSON. Вот это и есть механизм, который надо освоить. Скажите, пожалуйста, вот надо вам Dart или нет? У меня есть требования. Многие из вас, ребята, занимались по моей системе и достигли неплохих результатов. И скажите спасибо Кате, что она прислала вот эти вещи. Я действительно хотел удалить Dart и думаю, горянью все гаром. Зачем мне время отдавать? Катя действительно здесь вот прислала это по Python, да, то есть я вижу, что это шуркас файл, где она описывает очень грамотно. Кать, а ведь вы, я потом понял, я немножко остыл и понял, что просто не знаете, что это было просто недоразумение, да, незнание, что сделать. Как вы поняли, про работе с API с Dart проблем не должно быть. И видите, я поставил вам задачу быстрого освоения Dart. Что такое быстрого освоения? Это мы открываем документацию и пишем сразу по документации. И я вам могу сказать, Катерина, например, да, что у вас это легко получится. Только я понял, что вы не знаете. Сейчас я это объясню. То есть поняли, да? Давайте. Сначала я вам приведу классическую систему, которая бессильна. Решите этот вопрос. Вот большинство людей, вы слышали не раз, изучают язык программирования как. То есть начали с типов и пошли дальше. Иными словами, сейчас мы к этому вернемся. Иными словами, человек запутывается, если он откроет Dart, у него кроме этой системы ничего нет, поэтому он и на Dart не будет писать. Но вы же уже практически на Python пишете. Я знаю, что вы ведете разработку на Toga. Тогда давайте играть у простые вещи. Вот смотрите. Вы знаете, вообще, как я придумал эту систему? Просто, когда я вам давал систему, ведь мы изучаем неправильно, поэтому всегда куча вещей, но неправильно для первого языка. Смотрите, вспоминайте. Когда приходит человек в школу, я ему что говорю, функции изучать первым делом. Обратите внимание, мы идем в круг, в центр. Это противоестественно, но именно так работает все. Теперь я вам приведу совершенно бытовой пример. Вы пользуетесь бытовыми приборами, и, допустим, надо почистить прибор. Там пишется, отсоедините крышку, выньте, допустим, штопор или что-то еще. Там перечисляются действия. После того, как сделали очистку, там пишется, соберите в обратном порядке. Именно эта мысль когда-то меня навела на эту систему программирования. Просто я никогда на этом не застрял внимание. Почему? Потому что это бы, наверное, запутало противоестественное изучение. Почему? Потому что неправильно. Вот смотрите. Вот мы идем к чему? К типу. Вот здесь у нас тип. То есть, смотрите, когда мы возвращаемся к классической системе, сколько людей приходило в школу, которые приходили из других курсов, и они ничего не писали. В школе все начинают писать. Потому что они шли воспринимая тип, тот, который, это вещь, которая на поверхности видна всем. И человек никогда не может понять, что это такое, вообще не может понять, и как это использовать. Я пошел путем другим. Я пошел с конца, и мы с вами что выделяли? разные вещи, да? Допустим, там, атрибуты, аргументы, параметры. Мы с вами отвечали на такие разные вопросы, как что общего между функцией, методами, классами, экземплярами. Если вы вспомните, я всегда обращал внимание, то, что вы найдете общим, оно должно работать для всех языкового программирования. Так оно и есть. Объект, тип, то есть мы с вами делали все от чего? От того, что если взять абсолютно любой файл любого языка программирования и заглянуть в него, то, допустим, вот это Python, здесь везде dev, 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 то есть все методы, да? И мы с вами, начиная с того, что первым делом осваивая чтение кода, кстати, не так, допустим, много времени назад, я помню, еще у Кати совершенно не получалось, теперь вы видели, она описывает спокойно исходный код, да? То, что и надо было достичь. Открывая любой файл, мы видим dev, иными словами, действие абсолютно тоже не противоречит жизненной логики, потому что мы в жизни привыкли действиям действиями, только действиями, это и есть функции, например, если мы хотим поехать на трамвае, то это тоже перечень действий, то есть выдвинуться по определенному маршруту, купить билетик, прийти на остановку, и зайти еще в нужный номер трамвая, и ехать до определенного места, смотрите, сколько действий, хотя мы говорим, я поеду на трамвай, то есть одно, но на самом деле это всегда есть функция, почему, потому что действия легко соединить вместе, так человек привык логически мыслить, и так построен именно язык, значит, открывая любой язык, теперь мы должны что сделать? абсолютно верно, пойти в обратном порядке, все, что здесь я написал, и все, что вы делали, теперь надо просто сделать в обратном порядке, потому что мне часто писали там умники разные, да, которые сегодня демонстрируют их глупость, да, в чем, вот они предлагали, изучая язык так, изучив по этим пунктам язык, человек не писал, если взять здесь обратный порядок, то получается ересь. Я же вам сказал, немножко по-другому делать, я сказал, что у каждой язык имеет одни и те же элементы, они не меняются, неважно, синтезис, неважно, реализация, смысл их никогда не изменится, и мы все делали для того, чтобы понять и дойти до этого типа, который начинает в большинстве случаев изучать в начале, ничего не понимая, а мы с вами месяцы долбились, долбились, я задавал кучу вопросов, и потом вдруг восклик, и человек говорит, знал, слышал, видел, наконец-то понял, и вот этот тип, который начинает видеться по всему пути, в каждом атрибуте, в каждом аргументе, в каждом параметре, он начинает видеть тип, и понятно, что тип ему дает порядок работы с этими объектами, и значение, то есть все, теперь вам надо просто взять и развернуться, и тут опять, я надеюсь, что уже даже после этого, ребята, у вас изменятся планы, да, уже будут немножко другие, но тут вас ждет подвох, обратите внимание, вот был человек, да, он сейчас есть, я ему говорил, человек прекрасно знает Python, у меня было вообще ощущение, что он его преподает, но я ему сказал очень интересные вещи, какие, про ссылку, ребят, а ведь этим я вам главу, я просто говорил, да, ссылка, ссылка, и говорил я всегда, как бы, сдержанно, когда был Python, только посылая вас к C++, к тому, чтобы вы разобрались с указателями, для того, чтобы понимать, что такое ссылка на объект, но все здесь намного сложнее, и вот, когда мы заходим, неважно, какой язык, Dart, это то, с чем мы должны разобраться, поэтому, в принципе, у нас сразу готов план, если мы занимались по моей системе, и дошли, и начали писать, то, открыв язык, первый пункт, как сделала Катя, абсолютно верно, здесь все просто, просто взять и почитать, в принципе, базовый синтез, это нормально, второй момент, если мы говорили, мы идем от типа, но я немножко, не там я заговорился, вот здесь у нас объект, я не так немножко сказал, объект, объект имеет тип и значение, правильно, правильно, так вот, поэтому, когда мы говорим о этом, мы говорим о объекте, я бы рекомендовал сразу пойти в классы, то есть, сделать все наоборот, вот смотрите, мы изучали переменные, мы изучали там функции, да, я всегда говорил, там параметры и классы, а здесь вы сделаете все наоборот, сначала пойдите в классы, то есть, сейчас вы просматриваете документацию каждый раз с определенным направлением, ведь ваша цель писать быстро, почему, потому что писать вы уже умеете, ведь вы знаете, что такое тип, вы знаете атрибуты, спайтон, джава скрипт, а что здесь по-другому будет, здесь реализация будет немножко другая, но здесь эти вещи будут означать тоже смысловое значение, поэтому, когда мы приходим к классу и объекту, мы начинаем, берем себе объекты и начинаем выстраивать свою логику, и дальше вы начинаете смотреть, на самом деле здесь практически система сделана такая же как в Python, то есть есть основной базовый класс, который есть объектом, но здесь приравнивается нуль, да, и про нуль надо почитать, почему важно, потому что этот язык может делать невозможное, что значит, то есть при компиляции мы можем убрать все исключения, что не может там Java делать, не многие другие, Kotlin может, я сейчас не заостряюсь на этих мелочах, это потом, когда мы разобрали объекты, вот здесь у нас становится вопрос, какой, ребят, то, что я всегда говорил мягко, а чтоб вам не казалось это мягко, мы ставим дальше все сами, я здесь ставлю вопрос, ссылка, это, ребят, самый важный вопрос, который вас должен интересовать, сейчас вообще перед вами открывается возможность поставить на место Python любые другие языки и освоить путь быстрого освоения языка, то есть недельку посмотрел, понял, ты и так знаешь, где все документации и погнал писать, все, ведь мы уже умеем, так вот, ссылка сейчас для нас является краеугольный камень, и если многие, когда я показывал это видео для, по-моему, Андрея Матоши, да, который прекрасно писал код, я ему сказал две вещи, ссылка и атрибуты у вас рядовые, это правда, почему, Андрей, я думаю, вы слушаете это видео, поэтому сейчас я специально нарыл, да, чтоб вы поняли, что здесь черт ногу сломит, а вот смотрите, действительно, а я у вас спрашиваю, постарайтесь пока просто выключить видео и ответить, а как может передаваться данные, да, как могут передаваться, вот видите, многие могут даже не знать, а это две вещи, по ссылке и по значению, зачем вообще нам это нужно, а нам это нужно для того, чтобы понимать, а когда, где, что будет изменяться, так вот, смотрите, я открыл, да, где, в принципе, является лежавой передачей по ссылке или передачей по значению, две вещи, да, и при этом, когда вы будете читать, вы не найдете четкого ответа нигде, то есть, люди запутались, а путаться то не в чем, объяснения есть и правильные, и куча объяснений и везде, кроме как большой путаницы, нет. Ребят, если у нас есть всего две вещи, то есть, можно передать по ссылке и по значению, тогда я у вас прошу, чтобы вы поняли раз и навсегда, что это дело очень простое, скажите, пожалуйста, в Python есть строка, давайте напишем. Эх... 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 Ну, ну вот, когда мы будем с этой строкой работать, Как мы ее будем передавать? По ссылке или по значению? Прежде чем вернуться, давайте напишем простой код на Dart. Значит, сразу скажу, Dart требует точку входа, иными словами, void, функция, которая ничего не возвращает. Мы берем список, это не список Python, это массив, называется списком, попроще. Указываем тип, string, присваиваем имя, name. Далее у нас идет сам список. Мы сейчас не будем рассматривать операции добавления и удаления, но у нас будет переменная одна var, вторая переменная будет var2, и не забываем сразу немножко обучения, ставить точку запятой в конце. Иначе будет вызывать исключение. Вот тут я сделаю переменную, это не пойдет. Теперь я что сделаю, могу вывести, выводится так же, как в Python, print name. Вот здесь написано объект. И Print name. Значит, теперь у меня такая вот интересная вещь. Да, я вышел за пределы, поэтому она не видна. При этом я вижу еще одну ерунду, это не присвоил значение. Теперь смотрите, сейчас мы подберемся, я понимаю, что многие в недоумении, но я постоянно должен держать в голове. Вот смотрите, у вас есть программа, вы идете в магазин, у вас есть сетка, которая в данный момент является массивом, да, вот тем же списком. Но вы идете в магазин, и поход в магазин состоит из следующих действий. То есть вы написали список, выбрали маршрут, выбрали магазин и пошли. Пока идете, подходит ваш сын, забирает сетку, говорит, там, пап, мам, мне надо там коньки положить. Ну, допустим, пошел. То есть получилось, что вы приходите, мы не говорим, что на кассе есть пакеты, мы говорим, что вы пришли в магазин, а продукта не в чем нести. То есть было изменено изначальное значение, да, то есть сетку у вас забрали. И мы должны быть в этом уверены. Давайте попробуем теперь сделать следующее. Я сейчас вас подведу. Берем, например, так. Update Только маленькой буквы. И берем name. Обновляем. Давайте дальше смотреть. Пока не смотрим на исключение и выводим. Сейчас посмотрим. Мы что-то не наблюдаем. Это не так важно. Сейчас мы все исправим. Что я упустил? Но это я упустил сейчас намеренно. По одной простой причине, что void является функцией. И она не может быть анонимной. Мы получили исключение. То есть, пишем mine. Когда мы написали void mine, значит... Теперь будет правильно. Теперь дальше смотрим. Давайте попробуем еще раз вывести, а потом будем дальше писать и искать. Да? Отлично. Хорошо. Давайте пойдем следующим образом. Попробуем прописать. И сделаем так. Возьмем вот это выражение. И вобьем сюда. Все, убралось. То есть, мы начали прописывать свой какой-то метод. Но помните, мы говорим о ссылках. Просто мы столкнулись с реальным примером. Я пишу name и меняю первое значение. Начинается, как в Python, все с нуля. То есть, вот это будет ноль элемент, этот один. И присваиваем его значение. Все, похоже, как-то перекликается со списками Python. Ну, и теперь давайте я попробую вывести и посмотреть. Вот здесь у нас выводит print name в первом. Смотрите. Print name выводит var1, var2. Все верно. А вот здесь мы уже применили метод, да? Update написали, да? И потом мы его уже определили ниже. Update name, list и изменили значение. И здесь у нас выводится уже изменить, измененный, да? var2. Чинглит и var2. То есть, в реальности, в реальности, у нас что произошло? Изменился объект. И если мы дальше name будем использовать в какой-то программе, то мы уже будем оперировать этим значением. А мы ведь могли бы думать, что не учев где-то, да, что мы оперируем этим значением. Вот тут вступает в силу очень четкое понимание, да? Надо четко понимать, как работает объект в языке и передается по ссылке или по значению. При этом путаница вся в том, смотрите, ребят, информатика здесь не прокатит, понятия устарели. Многие люди запутали себя, сейчас я дам ответ, запутали тем, что они опираются неизвестно на что. Первая рекомендация, прежде чем я дам ответ, это что сделать? Это обратиться к С++. Обратите к С++, наберите две вещи. И вы найдете две вещи. Если мы уберем объект, то вот эти вещи будут выглядеть так. By link, by value. И если вы возьмете, допустим, введете, то обязательно найдете кучу примеров. И начните именно с С++. Ведь я вас часто отправлял к чему? К указателям. Понимаете, есть разные вещи, передать указатель или ссылку на указатель. Я не буду сейчас до вас, чтобы вас не запутать. Но когда нам получилось изменить объект, и он изменился, как передано было? По ссылке. В чем ошиблись эти ребята? В том, что у них нет системы. Когда они строили свои объяснения, которых было куча, они не опирались на объективные вещи, они опирались на домыслы. То есть они взяли весь дарт и приравняли. А сейчас я вам открою очень простые вещи. А одни доказывают. И вы, когда вот такое наберете, почитаете, то вы увидите, что здесь большая несуразица. Но с этим придется разобраться, потому что это главный вопрос, который вы должны задавать в любом языке. И, кстати, в JavaScript вечная проблема с непониманием вот этих вот вещей. Хотя Dart сам по себе, он компилирует ведь JavaScript. Единственное, это язык, который все контролирует. Это круто. Я все жду, чтобы вы сами догадались, но теперь мы давайте думать. А думать над чем? Эти ребята брали общие понятия. А я вас прошу посмотреть. Я вам не зря привел Python сначала код. А теперь давайте расставлять все. Если вы возьмете объект, неважно какого языка, в данном случае строка Python, что вы увидите? Это неизменяемый объект. Если объект неизменяемый, что может произойти? Мы не можем изменить начальное значение. Вот это, да? 6D. Но мы можем создать копию, что и делает язык. Создание копии, это всегда передача по значению. Этим это отличается. Вопрос в том, что каждый тип данных может иметь свои какие-то вещи. А вот это код Dart. В Dart в списках это изменяемые объекты. Поэтому они будут работать по ссылке. Ссылка указывает на одно и то же место. Именно поэтому мы легко смогли изменить. А если взять с Python, когда мы хотим провести какие-то манипуляции со строкой, строка создать копию. Копия. Это будет не одно и то же место в памяти. Это будут два разных места. Но они могут иметь одни и те же значения. Но все равно ведь по-другому никак, кроме как ссылки. Единственное, запомните, есть простое отличие. Когда идет копия, это всегда по значению. И это архиважные вещи, потому что нам придется работать с атрибутами, а они такие же, как в Python. Да, тут что-то другое, но принцип то работы с атрибутами. Я всегда говорил, атрибут это и есть понимание ООП. Итак, теперь я надеюсь, у вас будет другой план. Другой план. И мы сейчас подведем итог. То есть теперь, открывая другой язык, вот мы с вами шли вот сюда, а вы идете теперь правильно, от центра. Но вы уже понимаете, что такое объект, тип, потому что мы занимались с вами долго и упорно. И уже открывая новый язык, вы не находите здесь ничего нового, потому что принципиально в дарт или любом другом языке будет все одинаково. Если мы открываем те же классы здесь, я вам сказал, что идете полностью, да, в обратном порядке. Еще один фрагмент, некогда мне писать, времени и так много, но сейчас кое-что еще поясню, почему важно. И сейчас покажу пример C++, что делать. Посмотрите на эти два примера, вот я на скорую руку нашел, да, список, да, вот мы видим определенный список и видим функцию. и видим второй пример. При этом обратите внимание только на второй пример. Вот здесь у нас список, да, и когда мы в пределах функции что-то меняем, это никак не будет отражаться на этом списке, потому что все будет доступно только в пределах функции, то есть список, который у нас изне, будет оставаться тем, с теми значениями, которые были ранее. Теперь маленький такой секрет, откуда начать копать. А все очень просто. Смотрите, берем C++, чтобы вы обратили внимание на этот маленький фрагмент. Вот это у нас указатель. вот это у нас память. Указатель указывает на место в памяти. Понимаете? Теперь смотрите. Абсолютно разные вещи. Можно передать указатель или удалить указатель. Это повлияет на доступность к информации. А можно передать ссылку на указатель. Тогда при удалении вот этой ссылки на указатель. С указателем ничего не будет. Вот на эти вещи надо обязательно обратить внимание. Можно то, что я в DART замечаю, часто не понимают, почему работают. Там все решается сиподобным образом. Можно создать, разыменовать, создать новый указатель, а потом вот этот удалить. Понимаете? То есть, вот эти варианты, с этими вариантами надо разобраться. Теперь еще такой момент, который я хотел бы говорить и классом немного коснусь, очень много времени уже. Итак, смотрите. Момент следующий. Момент следующий. Ребят, вот этих всех ребят была ошибка, которых я показывал в чем. Когда мы берем объект, помните, я вам сказал, идите обратно от моей системы. и если мы берем классы и объекты. Смотрите, ребят, вы должны настроиться на то, что вы пишете сходу. Сейчас я покажу, как это, вы это умеете делать прекрасно. Я говорю, ребята школы. В первую очередь, разбирайтесь с объектами. Вы разбираетесь с объектами класса, объектом функции, объектом переменной. Ищите, да, корни. Второй момент. Обратите внимание, в типах, в типах, они могут быть изменяемы и неизменяемы. И способ передачи может меняться. Мы только что это рассматривали. И если строка неизменяемый объект, вы никогда по ссылке ничего не передадите. Только по значению. Так как всегда будет делаться копия объекта. Если мы в Python хотим передать список по значению, то нам придется использовать какой-то метод, просто тупо его скопировать, чтобы получить идентичный список. давайте попробуем простой, простую вещь такую. Вы действительно уверены, что нам нужна документация? Или я участник школы? Или вы знаете, что делать? Ну давайте посмотрим. Давайте соображать. Единственное, что надо посмотреть, это устройство класса. Ну давайте подумаем. Единственное, что надо посмотреть, как работает класс. Итак, поляр, разберите, что это такое. Ну хорошо, давайте посмотрим. мы это писали. Так. Ребят, что это? Ну вот вам поля. На самом деле получилось, что обычная строка. Сложно? Не сложно. Дальше. Методы или функции. Ну, самое простое, что нам надо мы можем вывести. Скажите, пожалуйста, в Python вы работали с атрибутами? работали с экземплярами. Неужели здесь не будет? Ну так там же читается за минуту. Если мы берем какой-то объект класс, пусть это будет наш класс. Неправильно сделал. давайте я немножко по-другому сделаю, потому что вам надо оставить это делать. Итак, давайте думать. Но ведь экземпляр у нас должна быть возможность вообще создавать. Должна? Давайте еще второй момент. Это вспоминаем. это язык со статической типизацией. Здесь будет все намного проще, чем в языке с динамической типизацией, потому что по-другому не бывает. и будет тоже примерно где уже использовалось. Нового ничего вряд ли удастся придумать. Берем var объект. Есть объект. Пусть будет объект. Ну, дальше. Гадалки не надо ходить. Будет точно ключевое слово new. Новое класс name. и далее будут уже параметры. Следующий момент. Значит, надо разобраться с конструкторами. В Python в том же тоже есть конструктор, только там немножко все посложнее устроено. А здесь будет явный конструктор, он все равно будет использоваться. Задаете, надо вам, не надо. В любом случае, он будет использоваться. Далее, доступ к атрибутам. Если у нас вот это поле, да, если бы мы создали, то в любом случае у нас идет объект и дальше атрибут. Скажите, пожалуйста, а что я написал такого, что вы не видели в Python? Да ничего здесь нет. Все те же понятия. Единственное, надо разобраться четко с логикой, но при этом это не должно быть, это вот по ходу открыл документацию, посмотрел, сделал исключение. вот и все. Давайте я по-другому сделаю. Я это удалил, вот это поле оставил, да, иными словами обычная переменная. Давайте создадим класс. Мне не надо знать Dart. Да, мы можем зайти, действительно, там есть информация в Dart, как это делается, да, уже примеры. Но на самом деле, все это можно проверить согласно обычной логике. есть пример, но давайте логически думать. Нам надо экземпляр. Ну, мы будем его создавать немножко там по-другому, там как нам голову сбредет. Значит, вот наш класс, myclass, возьмем имя, маленько призначим. Дальше, присвоим значение, чему? Нашему большому классу, который создан, да, ранее был, myclass. давайте-ка мы сделаем сейчас следующее. Точку входа сделаем и проверим, все у нас будет работать или нет. вот наш экземпляр, вот берем наш метод, обернем его в print, сейчас посмотрим, так, понятно, ну, вот вывелось, то есть, какой дарт, при чем здесь дарт, при чем здесь python, если язык имеет экземпляр, его можно, на что сделать правильно, создать, ну, логически, уже не надо, наверное, задавать вопросы, что экземпляр будет содержать все методы, кроме этого, свои можем прописать, ребят, а что здесь нового? все, подводим итог, иными словами, я думаю, что недели достаточно, чтобы начать работать с этим языком, если, конечно, будут вот такие вот ересь, да, то никакой работы не будет, никакого языка не будет, никакого кода не будет, но, думаю, после вот этого видео все кардинально поменяется, для участников школы, тех, кто работал, я же сказал, сейчас для вас шанс понять, как работать абсолютно с любым языком, но вы сейчас ставите конкретную цель работать сходу, это важно, для тех, кто начал с этого видео, начинайте, переходите с pb-tut.ru, это школа, devhackers.ru, это то, с чего мы начали, а скоро уже приступим к написанию конкретного приложения, но хотелось бы, чтобы в дарт чего-нибудь понимали, да, то есть осмысленное было написание, при этом еще раз говорю, язык со статической типизацией всегда проще, в нем все ограничено, здесь всегда все четко, в нем легче писать, чем на языке статической, то есть динамической типизации. динамической